Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Спасибо, что заглянули. У нас здесь огромная доза просто салата мимоза. Мы ее готовим обычно с курицей. Рецепт вам обязательно оставлю. Там вообще мимоза в виде тортика. Я знаю, что в России и в других странах СНГ готовят с рыбкой. У нас я с рыбкой реально нигде не видела, и мы как-то привыкли ее готовить с курицей. Поэтому вот так. И здесь у нас моя любимая паста. Обожаю. Это самая любимая. Еще лапша. Или как правильно? Макароны. Горячая. Только что приготовила. Вчера наконец-то пришел заказ Шейн. Я вам сняла уже распаковочку. Наверное, вы это видео уже видели. Так, мне понравились вещи. Прям настолько я осталась довольна, как никогда. Если вы до сих пор не посмотрели это видео, обязательно посмотрите. Потому что вещи действительно очень крутые, очень качественные. Единственное, одно платье было велико, а так все остальное было супер. И вы знаете, фишка заключается в том, что весь заказ я делала именно из-за этого платья. Мне настолько оно понравилось, но оно нереально большое. Это не С. Это прям на Л. Просто не знаю, куда деть это платье. Ну, это явно не ясно. Возможно, на М. Вот, а так все вещи хорошие. Мне они очень понравились. Также хотелось сказать моим подписчицам, которые мне пишут свои истории в Инстаграм. Вы знаете, что я на мукбанках некоторые истории зачитываю. Но дело в том, что истории настолько много людей, которые пишут мне в Инстаграме настолько много, что я не успеваю каждому уделить время и что-то ответить. Люди обижаются. Я вас прекрасно понимаю, но вы тоже поймите меня. Считаю комментарии, что вот Айка говорит, что она в Инстаграме с кем-то общается, мне никогда в жизни не отвечала, врет. Вот была бы у меня такая возможность, я бы каждому бы уделила время, с каждым бы посидела, куда-то сходила. Но так как людей много, такой возможности, к сожалению, нет. То есть я стараюсь по возможности. Например, вот две девчонки приходили вчера, мои подписчицы там с платьем. Мне вот очень приятно. Настолько приятные девочки. Вкуснотища, просто паста, невероятно вкусная. А все из-за лапши и очень вкусные, хорошие сливки. Еще вы знаете, какой теме я бы хотела посвятить этот мукбанг. Под прошлым моим влогом, где я покупаю себе косметику и делаю затесты. В этом влоге, особенно где я надеваю кольца, там видно, что у меня на руках, вот в этой части, есть немножко волосы. И почитала комментарии. Некоторые там писали, фу, волосатые руки. Еще говорят, что ходят на лазер. Мне бы хотелось ответить. Дело в том, что я действительно хожу на лазер. Но кто ходит на эту процедуру, тот в курсе, что жесткие волосы, наоборот, становятся незаметными. Они исчезают просто напрочь. А пушковые волосы, которые растут где-то вот здесь, здесь у меня никогда волос не было. У меня были пушковые волосы, такие, знаете, желтые, еле заметные. Но когда ты делаешь лазерную эпиляцию, например, всей руки, оставлять вот эту часть не имеет смысла. Поэтому я начала проходиться там тоже лазером. Я начала замечать, что там как раз-таки волосы стали жестче и начали расти уже чернее. Поэтому блондинкам не очень советую идти именно на александринный лазер. Я хожу на все тело. Если ты ходишь на лазерную эпиляцию, тебе нельзя в промежутке между процедурами, например, брить волосы. Дело в том, что у меня на ногах сейчас нету ни одного просто волоса, я от них избавилась. Они, возможно, оттуда, отсюда что-то вырастут. Но зато на руках не вот здесь, а именно здесь немножко пушковые волосы. И так как дешевле идти на лазерную эпиляцию, когда ты делаешь все тело, нежели, например, каждую зону делать по отдельности. Поэтому приходится немножко ждать. Ждать и идти вместе. И вот этот период, когда я жду, у меня появляются волосы, и вы можете увидеть их во влогах. А вот тогда начинаются предъявы. Я, конечно, понимаю, наверное, в кадре это не очень приятно ли зазреть, но это просто физиология. Обычные люди там ходят себе спокойно, но у меня просто рука в кадре, поэтому, наверное, это все-таки неприятно. В моем случае, наверное, все-таки руки нужно идти и делать отдельно. Ну, в общем, я очень довольна процедурой лазерной эпиляции. Это просто, не знаю, находка для меня. Это просто самое лучшее, что я попробовала в жизни. У меня раньше на ногах уже была седина до такой степени жесткие волосы, представляете? А сейчас ни одного волоса просто на ногах нету. Ну, если у вас пушковые волосы, нежесткие, например, мягкие, светлые, еле заметные, я бы вам не стала советовать аппарат Кандела. Александритный аппарат Кандела Про или как он правильно называется это, не очень разбираюсь. Я раньше, когда училась где-то в восьмом классе, всегда носила колготки. Всегда. И летом, и зимой. Летом тоже какие-то капроновые колготки. Всегда носила. И даже в школе девочки мне делали замечание, «Ай-ка, тебе не жарко в этих колготках?» Я говорила, «Нет, не жарко». Я не говорила, что у меня такая проблема. Мне было стыдно, потому что я училась с девочками славянской внешности, и у них, естественно, таких проблем не было. И мне как бы было стыдно признаться или рассказать. И вот все детство я прям в комплексе была. Потом переехала сюда. И я смотрю, вроде все девочки кавказской национальности, но ни у кого нет таких проблем, как у меня. Я сразу начала интересоваться, задавать вопросы. Девчонки просто на меня так посмотрели, как на сумасшедшую. Что в смысле? А что на лазерную апелляцию не ходила никогда? И лицо делаю. Я тоже делаю. В последнее время слишком много сюда захожу, и такое ощущение, что я скоро лысой стану. То есть, оказывается, твой комплекс просто решается в миг и абсолютно недорого за... за очень даже адекватные деньги. Я прям парилась в брюках все лето, чтобы, не дай бог, никто не увидел мои ноги. Я ноги, естественно, брила. Просто на них была щетина. Мне было очень стыдно. Даже однажды у меня была подружка в школе, и она увидела, что у меня на ногах щетина. Это когда я еще в Саратове училась. И она потом рассказала всему классу. Айка поэтому носит постоянно юбки с колготками. у нее ноги на ногах, как у мужика. И все начали шептаться и издеваться надо мной. Мне кажется, сейчас подростки более толерантны, более культурны. Я вот спускаюсь вниз. Никогда от подростков не услышу мат. Позавчера я ждала Перману внизу. А там игровая площадка. Там дети играют в футбол. Там такая лавочка. Я просто взяла и села на эту лавочку. Оказывается, лавочка это для них типа ворота. И там парни между собой начали шептаться. Один говорит, ты скажи. Другой говорит, нет, ты скажи. Потом подходит ко мне подросток. Лет где-то 13-14. И настолько культурно, девочки. Настолько, знаете, воспитана. говорит, я очень извиняюсь на Азербайджанском, говорит. Вы бы не могли, говорит, пересесть вот на ту лавочку. Это просто у нас ворота. Я жутко извиняюсь, что такие неудобства для вас. То есть они эту лавочку типа считают, как ворота. Потому что и с этой стороны есть такая лавочка, и с той стороны. Я поэтому говорю, вот я училась в школе в Саратове. У нас мальчики ругались матом, там, не знаю, курили, грубили всем подряд. Я не как старая бабка, которая говорит, вот в наши времена. Да нет. Ничего подобного. Дай бог, когда у меня будут дети, особенно мальчики, обязательно буду объяснять, что при девушках ругаться матом ни в коем случае нельзя. Это просто признак безкультурья. Паста была очень вкусная. Она была с колбаской, это было нечто. Мимоза я просто наелась, если честно. У меня уже не лезет, но на самом деле очень вкусная мимоза, как всегда, по нашему рецепту. А солнышко то выглядывает, то заглядывает. На этом все, мои хорошие. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю. С вами была Айка. Пока.